Небольшой обзор по новому отелю. Отель находится уже не в Нуса-Дуа, а в районе Сану. Отель очень. Это мини-хотел, как-то бутик-отель. Очень такой маленький, уютный, зеленый, все такое зеленое. У нас такая вот, не знаю, вилла, что ли. Наверное, вилла. Это бассейн, он общий, но общий на раз-два, на две, на три, наверное, вилла, или на две. Наверное, на две. Лонги. Полотенце, полотенце, в принципе, в номере. Я сейчас покажу номер. Очень прикольно. Здесь, о, есть даже детская зона. Это тоже, кстати, прикольно. Не у всех она есть. Здесь всего лишь 50 сантиметров, я так понимаю, можно. При желании поплавать на вот этих вот странных матрасах. Такой в стиле, в каком-то? Азиатском стиле отельчик. Такие такие очень люблю. Все зеленое, везде зелень, трава, везде пальмы. Очень-очень зеленый. Вот такие камни везде. Вот там где водичка в бассейнах. Вот, сейчас покажу номер наш. Нам уже принесли welcome drink. Очень приятно. Сразу же заходишь. Вот от бассейна. Это, собственно, уход здесь наш номер. Номер получается даже, можно сказать, двухкомнатный. Сначала заходишь, здесь такая кухня-студия. Здесь, кстати, есть кухня. Это даже не номер, я бы сказала, даже апартаменты. Стол обеденный полноценный. О, нам даже принесли еду. Еще и еду даже, да. Очень мне нравится. Здесь вода. Горячая, теплая, холодная. Теплая, холодная вода, горячая, питьевая. Стакан красивый, кстати, стакан очень. Холодильник огромный. Можно приехать сюда с кучей еды. И затарить его. Полноценная кухня. Умывальник. Посуда. Я думаю, что где-то есть в сковородке, потому что есть микроволновка. Всякие чайнички. Полноценная плита. И здесь в ночь чайник тоже есть, если при желании. Вытяжка ездишь. Стол классный такой. Здесь прям классно. Деревянный. И стулья такие же. Пока мы не загадили номер, я решила сделать обзор. Такой вот весь красивый. Вентилятор везде. Кстати, здесь вентилятор, здесь вентилятор. И помимо вентилятора есть еще кондиционер. То есть он не просто гоняет теплый воздух, он еще и кондиционирует. И с балдахином вот такая вот кровать. Очень приятно. Цветочки везде. Нас ждали, сразу встретили, провели. То есть мы не ждали ни на каком ресепшене. Мы приехали. Кстати, во сколько мы приехали? Час. Ну, раньше. Чуть-чуть раньше мы приехали, чем заселение. Пусть не в 2 часа, а там чем-то. Что здорово есть. Нормальный, я так понимаю, да. С полками шкаф не видно нифига. Но я, поверьте, не ласкова. Здесь есть полки. Класс. Здесь какие-то сумки есть, в которых можно, видимо, с собой носить на пляж всякую чепуху. Прикольно. Кстати, на пляж ходит для нас бесплатный трансфер в любое время. И также в санур ходит бесплатный трансфер. Здесь такая зона тепла. Если надо что-то пописать. Пописали. Вай-фай. Всякие номера. И зеркало. И вот эта вот ванная комната. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Она очень большая. Красивая. Меня правда смущает. Мы только приехали, меня смущает вот эта вещь. Я потом буду еще записывать, наверное, что-то. Когда нам завтра принесут брекфаст. Наверное, я его сниму и покажу. И расскажу, понадобилась ли нам вот эта вот бейгун. От пруссаков. Вода. Комплимент. В принципе, я уже говорила о всем. Вода есть. Там питьевая, минеральная вода. В этом... А там, где холодиночка. Да? Ай! Холодная. Чуть не упала там. Сейчас покажу, почему там камни. Вот такие приятные цветочки свежие. Полотенце зелененькие. Вот такая ванна. Ванне. Ух! Какая ванная. Этот детеныш наш радуется новому номеру. Мне кажется, мне нравится везде. Это, наверное, вентиляторы. Артем. Душевая. Душевая. Все как надо. Здесь такие штучки с шампунькой. Прикольные. Питочки, 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 питочки. Памушки. Все, Тём, отойди, пожалуйста, оттуда. Вот здесь я вам покажу, какой ребенок моет здесь туалет. Так. Здесь есть вот такая вытяжка интересная. И даже есть сушилка, кстати, что немаловажно, потому что в прошлом модели он был классный, но мы сушили белье, в ледине попадя, и оно нифига не сохло. Вот такие даже тапки есть. Не знаю, смешные стулы, вообще прикольные, кстати. Сейчас еще раз сниму, постараюсь вот так вся кровать. Прикольная такая. Стилизованная все. Смотрите, какая стена. Деревянными такими с рубами. Типа вроде как разделена зона, но и не сильно разделена. Мы уже зачем-то включили телевизор. Приятно. Фрукты. Кстати, помимо завтрака у нас есть еще полуденный чай какой-то там. Буду снимать, потом покажу. И на входе можно посидеть, если вы курите, покурите, если вы не курите, вы правильно делаете, и не надо. Просто посидеть, насладиться видом. Если не хотите наслаждаться видом, можно вот такие рулеты закрыть, опустить. Зонты. Кстати, тоже прикольно. Так, это типа указатели. Make-up room, please. А, все, ясно, понятно. Это типа надо вешать. Я так понимаю, если вы хотите, чтобы вас убрали в комнате. Так, все вроде бы сняла. Реструм это, скорее всего, вот здесь вот туалет. Вот здесь. Ну, потом может быть. Хотя зачем вам снимать туалет, если здесь другой красоты немного. Бассейн маленький, но, в принципе, комфортный. Все, что надо есть для взрослого, для ребенка. Люблю такие отели. Они, почему, были во Вьетнаме в таком отеле. И здесь мне тоже нравится. И такая вот прикольная... Я не знаю, можно. Действительно, тоже можно лежать при желании. Стена с водой. Прикольно. И вентилятор. Везде вентиляторы. Вот. В принципе, я, наверное, все сняла. Уже повторяюсь. Мне просто нравится. Я их еще раз снимаю. Там даже есть номера. Мне кажется, конечно, внизу прикольнее. Хотя, ну, вообще. Я думаю, что изверху тоже не трех. Так, все. Я повторяюсь, поэтому буду заканчивать. Потом вам еще, может быть, сниму обзор, как мы едем к океану. И мы хотим еще отсюда поездить на какие-нибудь экскурсии. Я еще потом попозже расскажу, поездили мы или нет. Кстати, по поводу фри-шаттла. Очень удобно. Именно в этот отель есть фри-шаттл из аэропорта и в аэропорт. И есть фри-шаттл, как я уже говорила, к пляжу, потому что идти прилично минут 15-20 и в Сануд. Вот, все.